Заседание провел губернатор Ульяновской области Алексей Русских. Глава региона начал с хороших новостей, сообщив, что частичная мобилизация граждан в нашем регионе завершена. Вручение повесток уже прекратилось. Сейчас наша основная задача – всесторонняя поддержка военнослужащих и членов их семей. На прошлой неделе я подписал указ о единовременной выплате семьям мобилизованных бойцов. Размер выплаты по 20 тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка до 18 лет. Аналогичную сумму получат беременные жены мобилизованных на сроке беременности не менее 22 недель. Средства по моему поручению выделены из бюджета Ульяновской области. Глава региона распорядился довести средства до семей мобилизованных в течение недели. В Ульяновской области предусмотрен широкий спектр льгот для семей мобилизованных. Это оказание адресной материальной помощи, бесплатный приезжий для детей в общественном транспорте, льготы на покупку жилья, льготы при поступлении в детсады, школы, учреждения СПО, бесплатное питание для детей в школу, компенсация части затрат по ЖКУ, отмена платы за детский сад, льготы по налогу на транспорт, компенсация за газификацию участков и многое другое. В правительстве семьи мобилизованных граждан назначили кураторов. На сегодняшний день собран полный пул вопросов от семей. Все они отражены в чек-листах и анкетах от Министерства социально-демографической политики в разрезе каждого муниципального образования. На сегодняшний день решены вопросы у 40% семей, у которых выявлены проблемы. Но вместе с тем знакомство с ситуацией на местах показало наличие проблем, трудностей, которые значительно усложняют помощь нуждающимся. В частности, люди не знают тех ответственных муниципальных чиновников, которые были закреплены за конкретными семьями, нет понимания, куда и к кому обращаться за помощью со своими проблемами. Это означает, что закрепление кураторов из числа местных чиновников часто носит чисто формальный характер. Мониторинг семей мобилизованных показал, что не все знают о мерах поддержки, которые им положены. Для решения проблемы Владимир Разумков предложил кураторам общаться с семьями ежедневно. Это позволит узнать обо всех изменениях и быстро на них реагировать. В Ульяновской области готовят проект областного бюджета на 2023-2025 годы. Доходы областного бюджета на 2023 год определены в сумме 81,406 млрд рублей. Из них налоговые и неналоговые доходы составляют 60,460 млрд рублей. Отмечу, что прогнозные показатели 2023 года больше первоначально утвержденных планового значения 2022 года на 5,556 млрд рублей или 10%. Кроме того, финансовая помощь из федерального бюджета предусмотрена в сумме 20,946 млрд рублей. В регионе провели мониторинг управляющих компаний Ульяновской области. Проверили техническое состояние уборочной техники, запасы песко-соляной смеси и готовность штата дворников к работе зимой. Все муниципальные образования управляющей компании подтвердили те данные, которые ранее подавались в агентство. На сегодняшний день у нас песко-солевой смеси по Ульяновской области заготовлено 34703 тонны, 371 единица уборочной техники, 15 068 единиц шансовые инструменты. В регионе успешно реализуется нацпроект «Международная кооперация и экспорт». Наступившая неделя будет посвящена ему. Введенные санкции повлияли на ситуацию с экспортом. Ряд санкций ограничил экспорт продукции, деревообработки и отдельных автокомпонентов в Европу и США. В этом направлении значительные объемы экспорта у нас, конечно же, сократились. Вместе с тем ряд предприятий показывает рост экспортных поставок. Это у вас штамповочные производства, это компания «Ниар» и ряд других. Несмотря на введенные ограничения, экспорт продукции, переработки увеличился. На заседании говорили о том, что в Ульяновской области откроют два новых промышленных парка. Один из них появится в Заволжье, второй – в Индзе. Обсудили итоги сельскохозяйственной ярмарки. Уличная торговля по выходным продлится в регионе до декабря. Глава Ульяновска Дмитрий Вавилин отчитался о ремонте улицы Федерации. Дорожники ждут хорошей погоды, чтобы завершить укладку асфальта. На это городу нужно три дня.